Всем привет дорогие друзья! Долго не было на канале видео, но это было связано с тем, что как-то пропал интерес выкладывать. В данном видеоролике поговорим про Матрикс. Это протокол, который позволяет безопасно общаться и который работает благодаря распределенности серверов. Данный протокол полностью имеет открытый исходный код. Как мы видим на официальном сайте, он предоставляет возможность общаться с друзьями, семьей, комьюнити, по работе. Это безопасное место для общения. Поддерживаются также видеозвонки, но во многих приложениях это пока в экспериментальном режиме. На официальной странице нам сразу говорится, что это экосистема клиентов, серверов, ботов и приложений. Как говорится, то что он с открытым кодом и можем перейти на гитхаб. Здесь мы можем заметить множество репозиториев. Тут и SDK, и базовый сервер, и многое другое. В основном написано на Python. Насколько я знаю, можем видеть, интегрируется и Rust, модный, популярный. Давайте перейдем к рассмотрению клиентов. Начнем с моего любимого на данный момент. Он установлен на моем компьютере и на телефоне. Это Fluffy Chat. Выполнен он Material Desing. Это гугловский стиль. Он поддерживает наибольшее количество функций. Его исходный код также доступен на гитхабе. Можем посмотреть. Для теста. Используюсь группой, в которой нахожусь только я. И отправим к меру какое-нибудь сообщение. Также можно загружать свои стикеры. Давайте сначала проверим emoji. Вот. Все работает красиво, отображается. Довольно. К примеру, отправим данный emoji. Отправляется он как изображение. Далее перейдем в настройки. Здесь мы видим наш идентификатор. Можем посмотреть подключенные устройства. Здесь перенести ключи шифрования на новое устройство. Далее прочитать про конфиденциальность. Перейти на страницу поддержки. Настроить тему. Выбрать цвета. На андроиде также можно включить функцию MaterialU, которая позволит синхронизировать ваши цвета с обоями. Можно загрузить кастомные обои в чаты. Далее прочитаем о проекте. Он содержит исходный код. Также находится на гитхабе. Можем посмотреть, как он выглядит на телефоне. Закроем пока что. Посмотрим на альтернативные проекты. Скачать можно с латхаба. Можно самим скомпилировать. Можно с гитхаба скачать. Есть также официальный клиент. Это элемент. Он больше похож на дискорд. Или слаг. Что-то в этом роде. Далее фрактал. Это GTK версия клиента. Для всяких окружений по типу гнома. NeoChat. Он разрабатывается командой KDE. Соответственно, тоже представляет неплохой себе клиент. Для данного окружения. Но можно, естественно, использовать в любом. Inheco. Тоже один из популярных клиентов. И Quadrix. Это самые популярные, которые были на флотхабе. Существует. Также еще большее число. Можно написать в поиск. Как мы видим, есть Shilu.de Chat. Синий. Ну, синий в основном. Это для Windows клиент. Там даже стили окон сохранились. И так далее. Собственно, чатов найти можно большое количество. И на официальном сайте также предоставлен список клиентов. И серверов. Да. Данная система позволяет поднять свой сервер. Как говорится, он будет отображаться в качестве ID перед вашим ID через двоеточие. Сейчас скопируем его. К примеру, скопирую свой ID. Вот, никнеймы здесь встроены таким образом. Собака. Далее, ник. Двоеточие и адрес сервера. Общаться можно с участниками любых серверов. Они объединены в единую сеть. Далее, в качестве эксперимента к данному видеоролику я создал небольшую комнату для нашего канала. Называется Linux SNG Community. Приглашаю вас зайти, если вы интересуетесь данной темой. По данному приглашению. Также приглашение оставлю в комментариях. И продемонстрирую вот здесь. Далее, также, что поддерживает протокол Матрикс? Он поддерживает шифрование. Демонстрировать я вам ключи не буду. Сразу замечу, если вы удалили приложение, а потом переустановили, то сообщения будут отображаться с надписью «Зашифровано». И исходный текст сообщения вы не получите. Потому что ключ шифрования вы утеряли. В настройках можно его экспортировать или перенести аккаунт на другое устройство. И при этом все ваши сообщения сохранятся. Надеюсь, данный видеоролик был для вас полезен. Благодарю за просмотр. Всем пока.